Добрый день уважаемые подписчики и гости канала. В этом выпуске, российские фигуристы рискуют пропустить этап мировой серии Гран-при в США. Основная конкурентка фигуристок из группы Этери Тутберидзе Рика Кихира сменила тренера на Олимпийский сезон. Российские фигуристы Александра Трусова, Дарья Усачева и Даниил Самсонов рискуют пропустить этап мировой серии Гран-при в США из-за проблем с выдачей американской визы. Ранее с аналогичными препятствиями столкнулись российские спортсменки Мария Лосицкеня и Анжелика Сидорова. Посольство США в Москве приостановило выдачу всех видов виз, кроме дипломатических. Как сообщают в Министерстве спорта, это может привести к тому, что российские спортсмены не смогут принять участие в важных квалификационных турнирах перед зимними Олимпийскими играми в Пекине, которые стартуют 4 февраля 2022 года. Информацию о том, что у российских фигуристов существует проблема с получением виз, подтвердил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Такая проблема есть. Федерация делает все возможное, чтобы фигуристы выступили на этапе Гран-при Скейт Эмерика, сообщил Коган. В составе женской сборной России на этапе Гран-при должны выступить Александра Трусова, а также дебютантки взрослого сезона, Дарья Усачева и Ксения Синицына. Помимо них на соревнования заявлены японки Каори Сакамото и Сато Камиохара, а также хозяйка соревнований Брэдди Теннил и кореянка Янг Ю, которые могут составить серьезную конкуренцию россиянкам. У мужчин должны выступить Артур Даниэлян и Даниил Самсонов. В спортивных парах заявлены Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Алина Пепелева и Роман Плешков, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В танцах на льду Россию должны представлять Аннабель Морозов и Андрей Багин, Тиффани Загорский и Джонатан Гурейра. Американская виза есть у Тарасова и Морозова, которые тренируются у Этери Тутберидзе. Японская фигуристка Рика Кихиро переехала в Канаду, об этом сообщает Nikon Sports. С 8 сентября она будет базироваться в крикетном клубе в Торонто, где будет тренироваться с Брайаном Орсером и его командой. Я очень рада стремиться к зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году под руководством тренера Брайана Орсера, который воспитал многих ведущих фигуристов. Кроме того, крикетный клуб Торонто, который будет местом тренировок, является отличной средой с прекрасными удобствами, — сказала Кихиро. Ранее Кихиро работала с японским тренером Мия Хамада, но между ними возникли разногласия касательно методов тренировок. Брайан Орсер тренирует двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзу Руханю. Кроме того, под его руководством какое-то время тренировалась серебряный призер Олимпиады, россиянка Евгения Медведева.